Возвращаемся в прямой эфир. У нас сегодня в студии два гостя. Александр Глушенко, ну вы его должны знать по активной работе на открытом канале, он сегодня должен был вести вне политики, но нет, пришел вот к нам в студию Александр Анатольевич. Здравствуйте, главное, что сегодня вы не ведущий, а полковник в отставке, запомните. И в отставке, пока в запасе. Александр Пантелеев, политолог, здравствуйте. Итак, в России создана национальная гвардия. Собственно, что это такое? Наверное, Александр Анатольевич, это к вам ближе. Давайте, с учетом того, что как раз в той структуре, на базе которой формируется сейчас национальная гвардия, как сказано, я изучил, кстати, сегодня очень тщательно и указ президента о формировании этой структуры, и проект закона. Но мы знаем, что если закон в Госдуму вносится из Совета Федерации нашим президентам, то он имеет право на успех. Достаточно объемный закон, сравнил его, кстати, и с законом о внутренних войсках, который существовал в период моей службы, а я его практически знаю наизусть, я им руководствовался реально. Значит, в указе сказано преобразовать, тут ясно, четко, преобразовать внутренние войска, Министерство внутренних дел Российской Федерации, в войска национальной гвардии Российской Федерации. Вот. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии, он же главнокомандующий войсками национальной гвардии, переходит из статуса заместителя министра внутренних дел в статус лица подчиненного президенту, и так и говорится, что приравнивается по статусу, размерам оплаты труда и условиям социального и медицинского обеспечения, соответственно, к федеральному министру. То есть, он повысил статус генерала Золотова. Вот. Тонкости, потом, может быть, в ходе разговора, различные нюансы, тонкости, цели и задачи, которые ставятся перед этим процессом. Может быть, сначала какая-то оценка политическая со стороны политолога, а я технологическую, как, в общем-то, офицер бывший внутренних войск. Ну, вы получили пас, оценивайте. Ой, кошмар какой. Ну, начнем вот с чего. Начнем с того, что, ну да, конечно, какие-то трансформации необходимы, наверное, они чем-то обусловлены и так далее. Но есть одна очень такая малоприятная вещь, значит, которая творится в нашем государстве. Когда недоводится до ума одно, и, начиная эта месть, начинает строить другое. Ну, в конце концов, чем плохи были те свои внутренние войска, ведь в конце они же справлялись с своими задачами, они делали свое дело, более-менее, скажем, там, прилично. Вот. И вдруг начинается, значит, эта игра с формированием некого, так сказать, нового образования, которое называется национальной гвардией. Ну, сколько я помню, национальная гвардия есть у Обама, наверное. Может быть, начинал земледовища в этом смысле, скажем, как бы вот не стремиться, не стремиться от нее не отстать. Вот. Ну, где-то еще, наверное, есть национальная гвардия. В 14 странах подсказывают, да. В 14 странах, да. Ой, как интересно. Если учесть, что стран гораздо больше, чем в 14, национальная гвардия далеко не везде есть. А тем более для России, в общем-то, вы знаете, вот как-то для российского монетаритета само понятие национальной гвардии, ну, как бы, оно не очень-то и приятно, не очень-то и привычно. Ну, есть, была, в конце концов, гвардия, значит, у императора, допустим, были гвардейские войска и так далее. Кстати, в России с Карами была гвардия, и было звание гвардейца, и это звание, значит, оно давалось, как бы, за особые военные заслуги. То есть, быть гвардейцем, это почетно, это то, что необходимо, то, что необходимо заслужить. И вдруг человек, которому наверняка будут платить весьма приличную зарплату, его принимают вот сюда вот, его называют гвардейцем. Ну, давайте вот мы представим себе восприятие человека, допустим, обычного, который говорит, а, гвардеец, то есть, у него же есть статус, несмотря на то, что какой он был, допустим, он был таким, каким он остался. И еще один момент. Ну, хорошо, назвали гвардией. Прекрасно, здорово. Но есть одно но. Из кого же эту гвардию будут собирать? Ее будут собирать из тех, что есть, допустим. Вот вы же, мой коллега сказал, что, значит, что, скажем так, преобразуются внутренние войска. Грубо. Вот те же самые, значит, вот, значит, те же самые люди, которые служили в их войсках, и, в принципе, выполняли свое дело. Они служили в горячих точках, допустим, там, они там и были, ну, где угодно, там, в Чечне, допустим, своими, извините, трупами выслали, допустим, значит, вот, Грозный в свое время два раза. Это же их заслуга. Это ребята погибали, они лили свою кровь, в общем-то, и их голову таскали собаки по Грозному, понимаете? То есть они это заслужили. Есть краповый берет в конце концов. Ну, да, это звание, это гвардия. Простите, а это что? Вдруг ни с того ни с сего, взяли, приклеили наклеечку «Гвардия», и все. Вот, и еще один момент, который, мне кажется, весьма таким, значит, довольно интересным. Ну, допустим, значит, так, у нас господин Золотов, значит, он становится, как бы, главнокомандующим национальной гвардии. Кто такой господин Золотов? Это человек, который в свое время служил, значит, у Собчака. То есть его, Владимир Владимирович, Путин знает достаточно давно, ну, как давно, с самого начала. В принципе, это, в общем-то, человек, максимально приближенный к Путину. Возникает необходимость какая-то вопрос, в общем-то, а не связано ли вот это вот возвышение, допустим, там, резкое возвышение Золотова, значит, с необходимостью, с недоверием господина Путина, президента Путина, вот, всем тем структурам, которые были. Вот, может быть, он не верит армии, может быть, он не верит внутренним войскам, допустим, и так далее, да. С чем это связано, допустим, почему такие перестановки? Ведь Золотов, насколько я знаю, в общем-то, он, ну, так сказать, вот, по своим служебным возможностям, он, прямо, скажем, там, нерезко отличился, допустим, во всех тех, скажем, местах, где внутренние войска, скорее, боевали и делали свое дело четко, допустим, там, в том числе и контртеррористические операции, в том числе, допустим, там, и борьба, скажем, там, со всякими проявлениями негативными, там, и так далее, да. Так что в этом смысле, вот, давайте разбираться вот с чем, а, простите, да, это гвардия, и вот главы гвардии Золотова, а, простите, а чем он это служил? Близьте к Путину? Наверное, в общем-то, хорошо. Ну, да, пишут, что да. Ну, да. Пишут, что это возможность приблизить к себе этого человека, с которым у него даже давно близкие отношения. Ну, господа, термин «национальная гвардия» или «национальная стража», если уж правильно дословно, зародился в 17 веке во Франции, как мне сегодня удалось установить это перед эфиром. Ну, да, поливон, да. Вообще, изначально были вооруженные люди, которые храняли правопорядок во время революции, когда не было уже власти как таковой. Ну, либо во время революции, либо сразу после революции. Что нас ждет-то, расскажите мне, пожалуйста. Зачем нам? Давайте разберемся сначала в технических вопросах, в технических, организационных вопросах. Я вот сегодня в течение дня анализировал вот это. Я просто, ясно, четко сейчас объясняю, что в системе органов правоохранительных ничего не меняется абсолютно. Даже с точки зрения прав и полномочий этих самых внутренних войск по сравнению с «национальной гвардией». Я взял старый закон о внутренних войсках, взял закон о «национальной гвардии». Самое интересное, я сегодня уже в интернете вижу панические комментарии. Им будет разрешено входить в дома. Им разрешено будет досматривать транспорт. Им разрешено будет участвовать в ликвидации массовых беспорядков. Это было всю жизнь, было всегда. И все эти задачи всегда возлагались на внутренние войска. Что сейчас делается? Обратите внимание, создается федеральная служба «национальной гвардии». А в ней, значит, войска «национальной гвардии». Кто туда переходит? Вот прямо из указа берем. Именно, ну, грубо говоря, да, вот технология. В состав внутренних войск включаются еще силовые подразделения полиции. В частности, подразделения, осуществляющиеся в федеральной государственной контроле за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственную охрану. Специальные отряды быстрого реагирования. СОБРы знаменитые, да? Отряды мобильного особого назначения. ОМОНы знаменитые. Центр специального назначения. Понятно. Авиация. Потому что сейчас она разделена в МВД. Там авиация из внутренних войск, есть авиация чисто полицейская. Значит, вот эти структуры дополняются во внутренние войска. При этом все, кроме вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной системы, становятся военнослужащими. Военными. Им присваиваются воинские звания. К 2018 году тут написано. Видимо, будет какая-то переаттестация проведена. А вот вневедомственная охрана и лицензионно-разрешительная система, ведущая оружие, остается в статусе гражданских лиц. Ну, полицейских там. Или, может быть, вообще будут гражданские люди. Это же сторожа, по сути дела. Сторожа и чиновники. Но они почему-то переходят в структуру Национальной гвардии. Тут вот такая создается структура. Внутренние войска, что характерно. Тут говорится о передаче численности. Если передается в полном составе численность, значит, каких-то серьезных штатных изменений не будет. То есть, речь об увеличении численности самих внутренних войск не идет. Что будет? Берется внутренние войска. Их сейчас 182 тысячи. К ним добавляются порядка 200 тысяч вот этих вот ОМОНов, СОБРов и специалистов в области вневедомственной охраны. И лицензионно-разрешительной деятельности. И вот эта структура достигает примерной, как сказали, численности 400 тысяч человек. Тут это так и написано. Численность военнослужащих, гражданского персонала внутренних войск, а также органов управления, подразделений, специальных отрядов, Центра специального назначения, авиационных подразделений, названных в пункте 4-м. То есть, передать Федеральной службе Национальной гвардии. То есть, получается, вот что, извините, пожалуйста. Значит, что раньше было несколько кулаков, теперь получается один кулак, да? Один, но здоровый такой, да? Нет, ничего не получается. Ну как не получается? Ничего не получается. А сейчас прочитаем более внимательно. Я расскажу цель этого. Ну, одной из целей может быть... Только не забывайте, что это не вне политики. Я понял. Одной из целей может быть присвоить красивое название и поднять престиж, да? Ну, второе, сегодня многие политологи, кстати, создание очередного центра силы. То есть, вот есть у нас ФСБ, Федеральная служба охраны. Это один блок. Так, подождите, Александр Федорович. Рассказывайте. Говорят, что некоторые политологи считают, что это создание центра силы. Ну, а за этим, собственно, еще больше не стоит. Дело в том, что, значит, те функции, я еще раз повторяю, то, что было раньше, в общем-то, так или иначе, исполняло свои обязанности. Вот. И если необходимость есть вот такой организации, тем более, что, видите, придаются, допустим, еще 200 тысяч, еще что-то, еще что-то. То есть, ведь структура становится сильнее, и во главе этой структуры становится, в общем-то, человек, ну, так сказать, вот, который достаточно хорошо известен. Понимаете, это, значит, означает то, что, значит, вот этот вот кулак, в общем-то, он становится больше и таким чугунным. И потом, знаете, давайте вспомним то, что в свое время сказал Егор Тимурович Гайдар. Он сказал, что последний аргумент будет у тех, у кого в руках пулемет. Так вот, не является ли вот это вот, то, что предлагает, тем самым пулеметом, который будет последним? Нет, дело в том, что этот самый пулемет мог точно в таком же состоянии работать, в котором он находится сейчас. Ну, я вам, я прослужил там 27 лет, я знаю, что там делается. Хорошо, я вам верю. Я расскажу сейчас о другом. Смотрите, вот эта новая структура якобы должна стать центром силы. Следующим центром силы, безусловно, является Министерство обороны, так? Огромная структура тоже. Следующим центром силы является МВД, тоже серьезная структура, которая тоже приросла у нас недавно. Сейчас, то есть, в нее включили наркополицию и федеральную миграционную службу, грубо говоря, паспортную службу нашу, да? Но, смотрите, как интересно все это развивается в дальнейшем. Я из указа беру внутренние войска со своей численностью. Они как были, так и остались. К ним пристегивают вот эти, значит, новые подразделения, СОБРы, ОМОНы и авиацию МВД. Что все структуры, перечисленные в пунктах от Б до Г, пункта 4 настоящего указа, находятся в оперативном подчинении Министра внутренних дел Российской Федерации и соответствующих руководителей территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Поясняю, что такое оперативное подчинение. Это значит финансовое обеспечение, тыловое обеспечение, кадровое обеспечение, материальные, ну, короче, все виды обеспечения, в том числе подготовка кадров. Все будет осуществлять вот эта федеральная структура, национальная гвардия. Но выполнять они задачи будут по заявкам начальника УВД области, города, района и так далее, и стоять здесь на земле, руководить ими, все равно будет полицейское начальство. Точно такая же система, как и сейчас. Точно такая же система. И вижу я, вижу я, прагматизм этого решения только в одном. Россию все называют полицейской страной. И я в том числе. Недавно я готовил передачу. В России самое большое количество полицейских на душу населения. Вот, пожалуйста. Я приводил цифру 574. В России 574 полицейских на 10 тысяч населения. В Америке 300. То есть почти в два раза меньше. Если брать численность всего этого МВД, то мы сейчас делаем их военнослужащими и исключаем из МВД. Так? В отдельную структуру. И полицейским государством, и полицией нас уже никто не называет. При этом вторая задача. Это надо ход бюрократической мысли понять. Вторая задача. Очень четкая. Смотрите. Золотов ближайший друг Путина. Я проследил всю его биографию. Посмотрел его. Сейчас взбирайте на себя лавру политолога. Вопросов нет. Создание. 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 Подруга. Министерской структуры. Вот и все. Так. Санкт-Петербург. Вот и все. Агрократическая игра нет, конечно. Выступление. Спорь. Да нет, конечно. Ну, знаете, упаси Бог. Дело в том, что от того, что, скажем, значит, вот эта вот организация проют, Россия перестанет быть с полицейским государством, да никогда. Она была, если оставили, более того... Цель, которую ставят руководство. Да нет, не в этом дело. Дело в том, что вот те законы, которые сдаются... Кстати, у меня еще идея была. Может быть, подбросите. Вот вы знаете, что забыли? Там забыли включить туда еще коллекторские агентства. Хорошая девочка. Ну, классно. Абсолютно. Да эти же туры национальной гвардии. Все ничего творят, допустим. Может быть, помогут, допустим, в конце концов, разбираться с должниками. Так вот, я и не возвращаюсь назад. Так вот, значит, то, что, скажем, Россия не перестанет быть полицейским государством, ну, вы знаете, это даже смешно думать. Более того, значит, да, бюрократы считают, допустим, сколько-то там полицейских, допустим, на душу населения. Ведь давайте мы с вами посчитаем, а сколько реальных полицейских приходится на душу населения в России. Ведь у нас же растут на безобразие бюрократический аппарат. И вот смотрите, вот раньше, допустим, идешь по Саратову, все-таки там, там встречаются, допустим, там постовые, которые ходят, то есть люди, которые ходят, допустим. Видно было, вот на проспект заходишь, смотришь, а, вот там идет милиционер. Сейчас это милиционеры, вы знаете, не дозовешь, не засвестишься. Что случится? Ничто, никто не поможет, допустим. Но, с другой стороны, штаты громадные, все раздутые и так далее. Но какой толк, допустим, вот этих вот новых законов, которые, знаете, если людям от этого не становится лучше? Если, в принципе, они не чувствуют себя более безопасным, допустим, и так далее. О пользе закона никто не говорит. Да, вот и об этом речь. Да, в том, что типичная бюрократическая игрушка. Ведь нужно, грубо говоря, значит, нужно провести какие-то изменения, которые нужны для того, чтобы было лучше, для того, чтобы можно было создать иллюзию активности. Вот мы проводим изменения, вот мы делаем все больше и больше, лучше, лучше, лучше и так далее. У нас все хорошее и хорошее и хорошее. Как говорит товарищ Старин, жизнь становится все лучше, становится веселее. Ну, понятно, шея стала тоньше, стала длиннее. Поэтому под друга делается маршальская должность. Хорошо, другой вопрос. Давайте так не решились вы ответить, что же нас ждет и зачем нам сам факт наличия гвардии. Смотрите, у нас есть очень такая странная вооруженная группировка, которая, насколько я знаю, входит во внутренние войска. Но в СМИ ее называют везде охраной Кадыровой, или как бы личная армия Кадыровой. Так называемая. Вот нет ли здесь попытки нашего президента как раз выстроить какую-то систему, которая бы сопротивлялась и личной армии Кадыровой, и там условно какого-нибудь еще местного князька нашего? Ну, как вы на это смотрите? Ну, думаю, что нет. Дело в том, что Кадыров, ведь он живет на том, что он получает из Северального центра. И тот с тех самых, ту самую свою личную гвардию, в общем, он содержит именно бюджетные средства. То есть и Гродный строится, допустим, и так далее. Ну, грубо говоря, Россия, в общем-то, когда-то вот 300 лет она платила дань, допустим, татар-монгольской армии, сейчас она платит дань, в принципе, значит, ну, Кадырову, допустим. Ну, к сожалению, так оно и есть. Об этом все говорят, в общем-то, вряд ли кто об этом, значит, будет, скажем, там, скажет, что это не так, допустим. Я не думаю, что... Да, Кадыров содержит, допустим, соответствующую охрану. Но дело в том, что Кадыров, значит, ведь он обеспечивает порядок на территории Горчични. Ведь там, в принципе, значит, одно из самых безопасных мест в России сейчас, знаешь, какая Чечня. То есть там порядок такой, что, вы знаете, то есть то, что... Они не церемонятся, допустим, с теми людьми, которые что-то там придумывают, нарушают, допустим, и так далее. Они просто с ними, в общем-то, поступают достаточно жестко, в общем-то, и так далее. Там полный порядок. То есть в этом смысле, значит, Чечня, она полностью подчиняется, значит, Кадырову. Ну, а вот то, что у него есть, допустим, да, это его военная, это его опора, допустим, силовая. И в этом смысле он способен сломать, допустим, любую, скажем, там, любые какие-то проявления, допустим, актов терроризма, допустим, и так далее. либо какие-то вот вещи, ну, смотрите, Дагестан, допустим, там то и дело, всплески, допустим, другие места, допустим, вокруг Чечни, то и дело, всплески, допустим, то там взрыв, там взрыв, Чечня, тишина полная. Почему? Кадыров содержит свою гвардию, вот в этом плане. А так, в общем-то, ну, что такое, допустим, гвардия Кадырова? По-моему, 35 тысяч, допустим, бойцов. Мы называли 20. 20, да, ну, 20. В принципе, в общем-то, по нашим меркам, если мы с вами возьмем Саратскую область, допустим, да, ну, сколько у нас тут, в общем-то, значит, внутренний хвост, допустим, наберется. Два батальона. Два батальона. Я скажу, даже численность, порядка 500 человек. 500 человек, допустим, ну, а вот насчет училища, допустим, насчет какие другие. Это оперативный резерв. Ну, вот видите, когда, то есть, если взять, вот мы с вами наберем резерв, да, ну, 1015 наберется, наверное, ну, 10. Нет. Нет, да, хорошо. Ну, ну, что такое, 500, хорошо, в институте ты еще, вот и все. Займем, займем в Пензе, в Ульяновске, там, где-то, что все берем. Да, нет проблем, нет проблем. То есть, в этом смысле, допустим, там, значит, вот, ведь, в конце концов, Россия обладает достаточно, более мощным потенциалом, допустим, чем, скажем, те самые, там, 35 тысяч, допустим, кадыровские. Да, там хорошие бойцы, там, люди проверенные и так далее. Но не более того, ведь у нас, в конце концов, утренние войска, в общем-то, не слабее, не слабее. Так что, в этом смысле, я не думаю, что это было сделать, чтобы, вот, там, значит, говорить о том, что, вот, будем выехать с кадыром. Ну, ничего подобного. Нет. Это чистый бюрократический ход. Я скажу вот тоже на эту тему, дело в том, что это, ну, скажем, такая фейковая, наверное, новость. Кто-то ее родил, там, в интернете. Потому что действуют кадыровские подразделения, ему лично, как бы, преданные и подчиненные могут только на территории самой Чечни, так же? Ну, как правило. В Чечни, в Чечни, в Киеве находятся квартиры, в которой жили убийцы Немцова. Да, нет, но это не войсковые формирования. Я веду речь о многочисленных войсковых формированиях. Пусть говорит 20 тысяч, да, но только в самой Чечне расквартировано три бригады численностью примерно по 10 тысяч человек. Одна бригада внутренних войск, 46-я, и, по-моему, 18-й, 19-я бригада Министерства обороны. Преимущество их в том, что они, кроме того, еще имеют тяжелую технику. Не только вот эти джипы и пистолеты золотые, но они еще имеют артиллерию, танки, войска противовоздушной обороны, то есть полный комплект тяжелого вооружения, собственно, которыми и велась Первая и Вторая Чеченская война. То есть, это вот кадыровская гвардия, вот это все понты, я вам скажу. Да, они хорошие бойцы, они физически подготовлены, отлично стреляют. И тем более, я уже упоминал в одной из передач, что эти два батальона формировал, лично я руководил формированием батальона «Север» и батальона «Юг». Принимал у них экзамены, заставлял их обучаться, проверял у них физическую подготовку, как они стреляют, потом писал приказы о призвоении воинских званий. Все это было, когда я был первым заместителем военного коменданта в Чечне. Вот эти два батальона. В 1996 году, в марте месяце, в мае месяце мы закончили формирование. Мне даже там чем-то наградили, какую-то медалью за это дело. Ну, суть в чем? Я знаю их структуру, я знаю, сколько их, чего они умеют. У них нет абсолютно тяжелого вооружения. Автомат, пулемет все-таки. Захватят, если нужно. Кому нужно только. Знаете, есть еще версия вот такая, что это все-таки в первую территорию экономически. Потому что укропняют, соответственно, где-то, наверное, сократят какие-нибудь должности мелкие. Понятно, что господин Золотов, он какие-то свои привилегии получит, но, в принципе, должно сократиться количество начальников. Может быть, все-таки экономический шаг, чтобы сразу Путин, 17-й год. Исходя из личного опыта службы в силовых структурах, на моих глазах силовая структура, управленческий аппарат не сократился ни разу. За то время, пока я служил около 30 лет. Вот известный трюк. Никогда в жизни не сократился. А плюс, если сейчас, вот смотрите, сейчас вот эту вневедомственную охрану и вот эти СОБРы, ОМОНы. Раньше, допустим, был СОБР, подчинялся начальнику управления внутренних дел. Ну, штатно входил, не в оперативное подчинение, как сейчас, а штатно входил в состав УВД по городу или по области, да? Ну, был какой-то небольшой отдел в управлении по применению, они обычно так и называются, отдел по применению СОБРа, отдел по применению ОМОНа, который должен ставить ему боевые задачи, да? Или служебные задачи. А теперь-то в составе главного командования внутренних войск, переименованного фактически в главное командование национальной гвардии, будет создано управление по руководству СОБРами, управление по руководству ОМОНами и еще одно управление вот этой лицензионно-разрешительной системы и, чего там еще у нас, вневедомственная охрана. Только там будут сидеть, где-то на старом уровне обычно сидят капитаны-майоры, там будут генералы и полковники. Это четко совершенно. То есть, увеличивается количество геерархитических дождей. Да, нет, все правильно. А, допустим, тот же золото, федеральный месяц, наверное, имеет какие-то серьезные преференции, там, может быть, лечится в Кремлевской больнице, еще что-то. Это тоже полезно. Может, квартира бесплатно, да, да. Может, квартира. Да, да. Может, если нет. Ну, смотрите, мы с вами сегодня обсудили... Вы хотели что-то сказать? Нет, нет. Я тебе просто сказал, бедное золото, без квартир. Ну, видимо, да. Мы с вами, в принципе, обсудили сегодня очень много всего и, как бы, уже не знаю, что еще вам такого спросить у вас. На самом деле, вот, самое главное новость дня все-таки у нас появилась национальная гвард. Вот для обычного человека что это вообще? Ну, значит... Подождите, вы только что говорили. Пусть вы говорили. Я вас спасаю, даю вам слово. Нет, просто, ну, человек, очень... Понимаете, для него это злободел, он уже служил, понимаете? Ну, да, да, да. У него это, как бы, болит у него, понимаете? Я-то отношусь к этому, как было с радостью. Ну, а с бульки подружились, я радуюсь. Ну, ради богу. Вот обычный человек, который вот около редакции идет, вот для него что это вообще? Ну, знаете, значит, если учесть уровень, так сказать, вот, ну, политическая культура нашего населения, то есть наших обычных людей, то вы знаете, обычная реакция будет... А реакция будет вот, как и ожидаемая. Да, национальная гвардия, это здорово, теперь нас будут охранять лучше, с близоединением войны будет заботиться больше, допустим, и так далее, да? То есть в этом смысле вот эти вот перемены, они создают у людей, в общем-то, впечатление о том, что есть забота, есть решение их проблем, и за них кто-то что-то решает. То есть, в принципе, вот эти вот перемены, они создают, в общем-то, знаете, что? Не формируют, так сказать, вот, нацию, допустим, российскую, допустим, да? А они формируют просто, ну, очередные, так сказать, вот, очередную серию жди венточки настроений. Жди венточки настроений. То есть люди в этом отношения. Если бы люди сами приложили руку к этому, если бы они сказали, да, нужно сделать вот то-то, то-то, если бы была инициатива снизу, допустим, и так далее, да? Вот тогда, в общем, в этом смысле, значит, политическая культура, в общем-то, возросла резко, и, значит, как нация формировалась бы российская, быстрее гораздо, допустим, да? А так, в общем-то, сверху спустили, ну, изменили, ну, очередная серия, ну, и что? Все будет хорошо, и так далее. Так что я думаю, что ничего, никакой реакции, отрицательной тему реакции не будет. Ну, сделали, ну, хорошо, наверное, будет хорошо. Согласны. Значит, простой народ, он до того наивный, вот, скажем так. Вот Александр Федорович так говорил, я употреблю тоже политологический термин, такой патернализм, да, скорее, к этому подходит, что за меня думают, за меня решают. Я пример просто из жизни приведу. Вчера шел домой, включил наушники, пощелкал, на моих любимых радиостанциях ничего интересного нет. Попал на Комсомольскую правду радио. Там есть, там, по-моему, с пяти до шести, вот этот вот паркетный полковник, Баранец называется, его иначе никак не назовешь, он всю жизнь просидел в этих, значит, просиживал штаны в штабах, а сейчас он учит других, как на дороге не служить. Это, я вчера послушал, там, конечно, сама передача бредовая, но он в конце передачи говорит, вот, и целая пачка... А обсуждался, как раз, вопрос о создании национальной гвардии. Один из пунктов вот этой передачи. Он говорит, о, целая пачка сообщений пришла, как записаться в национальную гвардию. Понимаете? Реакция человека. Красивое, громкое название, романтическое. У нас же была в стране и Красная гвардия. В Министерстве обороны сейчас существует просто гвардия, вот, гвардейские части и соединения. Это как слово гвардия. Не, не так. Люди думают, что там больше платить будут. Ничего там не изменяется, потому что про финансирование сказано в рамках пребрежного финансирования. Я знаю, что в свое время, помните, сдавалось по-моему, поисками, что ли, там, значит, зарплата была больше, чем в полиции. Да, да, и с полиции побежали туда, допустим. Сейчас я скажу так. У меня очень много знакомых во всех силовых структурах. Сейчас типовые должности и типовые воинские звания во всех силовых структурах практически имеют одинаковую окладку. Чтобы не бегать. То есть, вот, полковник милиции, полковник армейский, полковник национальной гвардии, это все будет примерно один. Ладно, сегодня уже много шутили о том, что если есть гвардия, значит, должны быть мушкетеры, да, там, у кого там, у Кирилла и так далее. Тем не менее, наверное, самый главный вопрос. В этом году у нас выборы, через два года у нас выборы президента, сейчас в Государственной Думе появляется гвардия, у которой написано, что, значит, она может проникать в дома граждан, применять оружие, использовать бронетехнику для разгона демонстрантов, это вот оттуда все, да, с последующим обязательным уведомлением прокуратуры в течение 24 часов. Это же очень странно. Что мы это раздумывали. Все, все это было всю жизнь. Господа, что будет делать национальная гвардия, если вдруг начнутся массовые протесты? Могу сказать. Нужно делать это? Да, она будет делать, я знаю, она будет делать то, что положено по уставу. Вот, может, так сказать, вот, коллега, допустим, не даст соврать, она будет делать то, что положено по уставу. Дело в том, что это ведь подразделение-то воинское. То есть, а там, значит, его речи-то приказ, в общем-то, он как бы, значит, является главенствующим. Это первое. Второе. Вот я не случайно говорю о том, что, в общем-то, что получается большой кулак. Значит, дело в том, что большим кулаком рукует один человек. Вот. И в этом плане, в общем-то, вот та самая иерархия власти, допустим, вертикальная власть, да, то есть приказал сверху, сверху, ну и так далее, да. То есть нет, не будет такого раздрая между отдельными руководителями, допустим, которым мы как бы, может быть, не то, чтобы они равны силе, просто не принадлежат к разным ведомствам. Но они имеют силу, допустим, определенной. Так что в этом плане, я думаю, что будет. А вот для чего вот эти вещи создаются, допустим, предвыборами? Вы знаете, значит, наши вообще люди, они привыкают к тому, что есть, и то, что они имеют, им кажется уже надоевшим, известным, допустим, да. Это уже, так сказать, вот то, что уже было, то уже ежное, допустим, и так далее, да. И когда вводятся некие новые структуры, переименованные, грубо говоря, перелицованные бельгишко, допустим, да, вот, то в этом смысле это воспринимается как нечто новое, в общем-то. Это значит, люди ощущают, возникают у людей иллюзии движения вперед, что все нормально, все будет хорошо, защита будет, гвардии будет, и так далее, да. Ну, в принципе, предвыборный ход, в общем-то, достаточно такой прозрачный, в общем-то. Еще что-нибудь придумать, кстати, потом. Вот, учитывая доверчивость и зомбируемость нашего народа в исходе выборов и в результатах, я не сомневаюсь, как сам многократный участник этих выборов, вот, несмотря на всю экономическую ситуацию. Потом, может быть, возражу немножко, кажется, Антон Федоровичу, то, что численность, общая численность кулака не изменилась, она осталась прежней. Название красивое, может быть, кого-то оно там попытается это название запугать. А вот так я скажу словами одного большого полицейского начальника. К сожалению, не могу сейчас его должность назвать, но он наткнулся на него, когда давал интервью какой-то серьезный политолог на Эхе Москвы. То ли Белковский, то ли Павловский, вот так вот. Большой милицейский начальник, то ли генерал, то ли кто-то, кто руководил обеспечением митинга на Болотной, тех еще мирных митингов на Болотной. Он сказал так, если у вас выйдет 10 тысяч, мы вас разгоним. Если у вас выйдет 100 тысяч, мы будем стоять и смотреть на вас. А если у вас выйдет миллион, мы к вам присоединимся. Вот и все. Это нормально. Смотрите, гвардия будет формироваться в основном контрактниками. Скорее всего. Вот с вами на лестничной площадке живет контрактник, который поступил в Национальную гвардию. Он нас что, будет дубиной по площади гонять, что ли? С которым вы выросли в одном подъезде. Или свою мать, или свою соседку престарелую. Я в это не верю. Такого не бывает. Вы знаете, я думаю, что Национальная гвардия создается для того, чтобы не вышел миллион. Чтобы не вышло 100 тысяч, чтобы не вышло 10 тысяч. Возможно. Психологический фактор запугивания. Не только, не только. С тем, чтобы вот эти попытки проводить какие-то акции массовые, чтобы они встречали достойный ответ стороны власти. Я не знаю. Помните, у нас где-то в Саратове не так давно была ситуация, когда какой-то гражданин вышел с плакатом, что он против Савченко. За Савченко, допустим, он наступает в пользу поддержки. Ну, Саратов, в общем-то, его ободрали. Многие, скажем, отругали. Назвали его предателем и так далее. Ну, ладно, бог с ней, его не трогала полиция. Но ведь масса случаев есть, когда есть одиночный пикет, и этот пикет начинает очень быстро уничтожать, как пикет. Увозит человека, допустим, и так далее. Для чего? Для того, чтобы не было центров кристаллизации, допустим. То есть, вот эти вот зародыши, они уничтожаются, в общем-то, в самом начале, до тех пор, пока это не разрослось, допустим, там, десятки, в сотни, в тысячи, в миллион, допустим, и так далее. Так что, думаю, что это, в принципе, для этого, собственно, национальное оговорение создается. Для этого кулак-то нужен. Она не создается. Это бюрократические игры. Я еще раз говорю, бюрократические игры, разглядывая все это изнутри. И вернулись в начало. Да. По поводу последнего вопроса хочу вам напомнить, господа, что было такое объединение подразделений, как «Беркут», и где оно теперь вместе с Януковичем находится. Спасибо большое. Я думаю, что вы еще будете сейчас спорить долго, а мы должны уйти на рекламу. Александр Глушенко, полковник запаса, Александр Пантелеев, политолог у нас был в Листуни. Спасибо, господа. Спасибо, всего доброго. Рекламой вернемся в эфир.